Приветствуем вас всех, дорогие подписчики и просто зрители нашего канала. Мы тут подумали и решили попробовать новый экспериментальный формат подачи материала. И приступаем к регулярному освещению самых актуальных новостей в области туризма. И постараемся обсуждать с вами самые интересные события, происходящие в России и в мире. Нам очень важна ваша поддержка, поэтому если хотите видеть на канале такие видео, поставьте лайк и подпишитесь. Тогда мы поймем, что такие ролики действительно вызывают интерес. С вашего позволения, мы начинаем. Хорошая новость. Наконец-то наши профессиональные путешественники и туристолюбители благополучно возвращаются на родину из Грузии после увлекательного турне по этой прекрасной стране. Возвращение происходит весело, все в приподнятом настроении, полные сил и приятных воспоминаний. Позади закаты на озере Рица, огни вечернего Батуми, аромат Сациви, вкус Саперави и Сулугуни. Впереди у наших героев весенний-летний туристический сезон в самой России. Настала пора вплотную заняться внутренним туризмом, а интереснейших мест для посещения у нас более чем достаточно. Как в известной песне «Наш ковер, цветочная поляна, наши стены, сосны, великаны». Ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Эта новость появилась на сайте Турдом.ру и ее можно назвать «маленькой сенсацией». Наконец, в России появится совершенно новый вид туризма – промышленный. Пока он не заслужит права стать самостоятельным видом, он будет включен как подвид в ностальгический или образовательный туризм. Но главное – начало положено. И первооткрывателем промышленного туризма в нашей стране стала Ростовская область. Здесь готовятся открыть уникальные туристические маршруты с посещением заводов «Растсельмаш», «Тагмет» или «Макс». Редакция Турдома обратилась к экспертам с просьбой оценить перспективы этого направления. По мнению основателя известной сети «Розовый слон» Александра Макартычана, промышленный туризм – это последнее, чем интересуется. Но посоветовал не сразу ставить на нем крест. Он напомнил историю о сельском туризме, когда вначале им никто не интересовался, а за последние пять лет этот вид туризма стал очень популярным. Нам кажется, такое сравнение не слишком подходящим. Конечно, можно за разумную плату пожить недельку на ферме, поесть домашних продуктов, попить молочка, искупаться в пруду, а вечером попечь из тушки у костра. А вот пожить недельку на заводе, поработать на токарном станке, на кузнечном прессе и побыть недолго с талеваром, даже за большие деньги, будет проблематично. Тем не менее, в формате познавательной экскурсии для юношей, девушек, школьников 12+, эта тема может стать интересной. Тут главное не переборщить с подачей материала. А то от грохота станков, шума машин, дыма, пыли и криков начальства, экскурсанты, выйдя за ворота предприятия, могут броситься в рассыпную. Возможен спрос на однодневные экскурсии у пожилых граждан, которые испытывают ностальгию по своей профессии. Бывшему токарю можно позволить даже немного поработать на станке, а бывшему металлургу посетить настоящую плавку. В общем, ждем первых результатов и желаем успеха организаторам. Интерфакс Туризм сообщает, российскому туристу запретили просить милостыню на улицах вьетнамского курорта Дананг. Интернет облетели фотографии российского туриста, который на улицах курорта Дананг во Вьетнаме занимался попрошайничеством. Это побудило городские власти начать расследование, сообщает газета ВН-экспресс. На центральных улицах района Тханькхе был замечен мужчина с табличкой на вьетнамском языке, на которой было написано «Я путешествую без денег. Пожалуйста, поддержите меня». По данным городского департамента труда, инвалидов и социальных дел, попрошайничеством занимается россиянин, у которого есть туристическая виза. Ее срок действия до 14 марта, пишет издание. Как отмечает газета, россиянин днем попрошайничает, а ночью ходит по барам. Департамент предупредил россиянина о совершении им незаконных действий. Чиновники предложили мужчине помощь, но он скрылся. О случившемся ведомство сообщило в полицию Дананга. В январе были замечены за попрошайничеством трое россиян из Ростова-на-Дону, возле рынка Донг-Донг. Местные чиновники пытались их найти и депортировать, но пока информации об этом нет. Возможно, эти россияне стали родоначальниками нового вида туризма, помер с шапкой-невидимкой.